Численность и воспроизводство населения Они проводятся и сейчас с разной периодичностью — от 5 до 10 лет. На протяжении всей истории человечества рост его численности происходил медленно. Так, для первого удвоения численности людей потребовалось 600 лет. В наши дни это удвоение произойдет за 40 лет. Никогда человечество не возрастало с такой скоростью. По современным подсчетам численность населения земного шара приближается к 7 миллиардам жителей. Рост численности населения зависит от характера его воспроизводства. Воспроизводство населения — это совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, которые обеспечивают постоянную смену поколений. Рождаемость, смертность, естественный прирост — в основе своей процессы биологические. Но, тем не менее, особую роль на них оказывают социально-экономические условия жизни людей, а также их взаимоотношения в обществе и семье. В упрощенном виде можно говорить о двух типах воспроизводства населения. Первый тип воспроизводства населения еще называют демографическим кризисом. Для него характерны невысокие показатели рождаемости, смертности и невысокие показатели естественного прироста. Такой тип воспроизводства населения характерен прежде всего для развитых стран, которые можно разделить на три группы. В первую группу входят страны с естественным приростом около 0,5%, то есть 5 человек на 1000 жителей в год. Это страны США, Канада, Австралия. Вторую группу образуют страны с нулевым естественным приростом. Такие страны, как Дания, Словакия, Португалия. В них не обеспечивается рост населения. Третью группу образуют страны, имеющие отрицательный естественный прирост, называемые депопуляцией. Это Россия, Украина, Белоруссия и некоторые другие страны Восточной Европы. Для второго типа воспроизводства населения характерны высокие или очень высокие показатели рождаемости, естественного прироста и относительно невысокие показатели смертности. Такой тип воспроизводства характерен прежде всего для развивающихся стран. Рождаемость в этих странах осталась на том же уровне, что и была сотни лет назад. Но развитие элементарной медицины резко сократило смертность. Рекордсменами по приросту населения являются страны тропического пояса. Сьерра-Леона, Пурунди, Буркина-Фасо, Нигер. Такая ситуация гемографами называется демографический взрыв. В наши дни большинство государств пытается управлять естественным приростом. Они проводят так называемую демографическую политику. Это система административных, экономических, пропагандистских мер, направленной на изменение прежде всего рождаемости в желательном для себя направлении. Направление демографической политики зависит от демографической ситуации в стране. Страны с первым типом воспроизводства населения стремятся увеличить свое население, со вторым типом — уменьшить. Наибольшие усилия в этом направлении затратили такие страны, как Китай и Индия, имеющие рекордное население. В последнее время, помимо количественных показателей, обретает большое значение показатели качества населения. Это сложное понятие, связанное с экономическими, культурными, экологическими и другими условиями жизни людей. Важным критерием состояния здоровья той или иной нации служит показатель средней продолжительности жизни. Дольше всех живут в Андорре и в Японии. Там продолжительность жизни составляет 83 года. Меньше всего — в Свазелинде — 32 года. Россия занимает по этому показателю 129 место в мире, со средним показателем 65 лет. Еще одним важным показателем качества населения является уровень грамотности. В развитых странах неграмотных людей практически не осталось. В развивающихся странах уровень образования еще достаточно низок. Например, в Нигере и Буркино-Фасо 80% людей не умеют ни читать, ни писать. По данным ООН, в мире 1 миллиард человек неграмотны. На этом наш урок закончен. Тема следующего урока — структура населения. Субтитры создавал DimaTorzok